Единственное, что я хотел бы попросить, наверное, в преддверии вопросов, которые будут поступать, они наверняка будут, это участившиеся случаи, но они уже целый год звучат о платежах через банкомат, или как они называются, тортпэй, но не только в ДИКСе стоит, многие тортпэй, там ВООХАН, как называется, расположены в некоторых местах, договорились, что все-таки мы разместим информацию на домовых, информационных, как было о том, чтобы жители не платили через них, потому что много случаев, когда деньги оплачиваются и не поступают на счета управляющих компаний. Если такие факты есть, то необходимо, первое, обратиться письменно к этому финансовому оператору, через который происходила оплата за веяние двух зимпляров, и на втором поставить отметку о принятии. Второе, это квитанцию провождаемого оплаты к многим услугам, отправить в электронную почту этой фирмы, адрес мейс Купы, 77 собак, джимно, точком для рассмотрения и проведения платежа, и кроме этого, на вращение в суд и правоохранительные вонами, к сожалению, с ними очень сложно бороться. Вопрос уже находится в рамках правоохранительной деятельности, данные товарищи не занимаются, но пока что, к сожалению, безуспешно. К данному вопросу, в том числе, подключились депутаты нашего района, было обращение у нас в городу думу, и там инициировалось тоже письмо с поручением на руководство УВД разобраться с данной организацией, которая таким способом, что называется, крутит деньги. От этого страдают и жители, которые, в принципе, попадают в разряд должников, и, естественно, деньги не поступают управляющей компанией. Вопрос очень сложный и непростой. Неужели настолько, извините, пожалуйста, я походу делаю. Я как раз отражаю и те, кто пострадал в этом моменте. Вы знаете, мы регулярно в Рио-Корбинации, квартир 166, я в корпусе. В силу своих характеров, ни на секунду первым делом сберкацию расплачиваются или в названной вами в дексе. Ну, туда ходить не надо. Ходить не надо. Надо вам объяснить, когда надо было идти. Я вам объясняю каждую встречу, он рассказал, что не надо туда ходить. Ничего не рассказывал. Вы рассказывали. Конечно. Нужно что-то что-то делать. Не далее, чем два месяца назад, мы получили извещение, что являемся плательщиками за три месяца. Немного и мало, может, кому-то это мало. Немного и мало. Мне 7 тысяч как-то не хочется платить по второму разу. Я пошла по этому кругу, о котором будут поменены. И выясняется, что ни в одной инстанции, ни на Красном Казанце, ни в очень интересной организации, я рада, что я с ними познакомилась, это отдел экономической безопасности, там тоже мне очень прозрачно намекнули, что никто ни за что не отвечает. И приблизительно так, ну попробуйте еще куда, куда еще? Куда еще? Не приходим, что ли обращаться, к соберному обращаться. И к реактивным землякам, ясно. Которых очень много, я не знаю, здесь присутствующие есть такие. Суд, когда и организации. Вот. Кто нам поможет, скажите. Никто. Правоохранительные органы. Никто не поможет. Прочи правоохранительные органы. Необходимо приложить обращение управляющей компанией с данным чеком, что вы оплатили, а также обратиться к правоохранительных органов, чтобы они же не надо. Они должны вопрос решить, чтобы организация вместилась в средстве. Давайте не будем приходить в дебатный диалог. Я вам рассказала под решение и призывалась не ходить на организацию пока, что вопрос в стадии решения, к сожалению. Занимаются ими правоохранительные органы. Обратить через Бербан. Значит, они... Только через Бербан. И тогда я хочу, может быть, не очень существенный вопрос. Просто как правило. Когда мы ходили по этому просьбу, нам тут предложили вот такую вот бумажку, куда обращаться и так далее. Будьте, пожалуйста, внимательны пенсионерам и тем, кто обращается к нам. Вот выдать такое, как пособие для... по каким кругам ходить, это издевательство. Потому что вот эта контора, которая называется отдел экономической безопасности, находится в труднодоступном месте, в котором не знают даже местные жители. Вот это действительно вопрос экономического преступления, экономической безопасности. Так вот в этой рекомендации, которую поступили, и говорили по вашему мнению. Ну я просто говорю, да, что ответили. Я понял вас. Ну я просто действительно... Я понимаю, что я с этого начал. Ситуация непростая. Действительно, из-за этого падают и валовы, и сбор по району. Эта ситуация не только в нашем районе. Она по всей Москве. Где-то больше, где-то меньше. Но этим вопросом занимаются именно правоохранительные органы. Хорошо. Может быть, к Собяне мы прямо обращаться? Можно обращаться и к мэру нашей столицы. Вопрос в чем участвует? Вопрос в госкости полиции. Поэтому сейчас подключились и депутаты, чтобы вопрос поднялся на самом деле в городе, на облине города. Возможно, нужно принять какие-то законодательные акты для ограничивающих товарищей. Но всегда существуют клазейки, которыми несознают граждане пользоваться. Единственное, чем я могу призвать, не платить и передать соседям, чтобы не платили. А управляющие компании района прошу все-таки еще раз развесить объявления, предупреждающие, советующие не ходить в такие организации. Они выявляли, что я пришел закрываться очень много подкоманов? И вы, амирицы! Вот они и занимаются. Давайте подожди. Есть нормативные действия, которые они должны сбросить. Итак, давайте перестань еще раз дебатами заниматься. Анастасия, Федор, давайте вообще в письменном, а потом уже в узные опросы играем, отвечу. Вязанных незаконно правоуправлением дома Вязанных незаконно правоуправлением дома Вязанных незаконно правоуправлением дома С этим вопросом я прошу после встречи, хоть вы с районом, подойти, заявить, пообщаться. По конкретству, какие документы гражданин хочет, мы у нас это возможно предоставим. Законом не запрещено.